МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Мне, в принципе, ничего не важно. Что бы, наверное, вокруг ни происходило, мне все равно будет плохо. Ты можешь быть очень интересной и действительно необычной. Лена, у тебя такой вид, как будто на тебе, я не знаю, там ездит в традон. Она вся готова там сделать пластику лица. Размер круги на выходе будет примерно 2,5. Не получается мне все это. Не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Как зовут? Лена. Лен, очень приятно. Рассказывай, что у тебя приключилось. У меня проблемы с мужем. Он меня не видит, не слышит, не замечает. Помимо всего, как бы еще грубит, хамит, оскорбляет. Какой кошмар. А он всегда был груб или нет? Да нет, в общем-то, он был ласковый, нежный, внимательный. Ну, а потом не знаю, что произошло. То есть вообще игнорируют. Мы с ним живем, как соседи. Он и агрессивный, на всех кидается. Он тебя бьет? Вот, я там доходила. Просто, ну, как бы ругается. Нецензурная лексика. Прям при ребенке? Может, и при ребенке. Что ты делаешь в этот момент? Ну, ничего, ругаемся, ухожу. Пару раз даже я, как бы, вообще уходила от него. Он потом сама возвращалась. Сама? Потому что люблю. Он тебя любит, ты сама как думаешь? Не знаю. Не знаю? Ты выглядишь замученной прям сильно. Ну, потому что все на мне полностью. Да, что? Ребенок полностью на мне в дом. Что ты хочешь от программы? Ну, я хочу как бы изменить себя, потому что, конечно, может быть, моя вина в этом тоже есть, там, в моем внешнем виде как-то. В общем, хочется, чтобы он заново влюбился. Ну, если ты считаешь, что главная проблема связана с твоим внешним видом, то у нас есть замечательный Юра, Катя и Женя, которые тебе помогут. Привет. Привет. Привет, Леночка. Какая красавица у нас сегодня. Леночка замужем, пять лет, у нее есть ребенок. И все проблемы, она говорит, начались в тот момент, когда она забеременела. С мужем стали плохие отношения. Если честно, то ты могла бы половину этой истории нам не рассказывать, потому что для меня, например, очевидно, что перед нами сидит, в принципе, не очень счастливая женщина. Лен, извини, да, запущенная женщина, которая, в общем, на себя... Боится обращать внимание. Да. Лен, тебе тяжело слышать критику, да? Почему? Я все знаю, как бы. Многие люди уже мне неоднократно говорили, что, Лен, у тебя такой вид, как будто на тебя, я не знаю, там ездят с традон и что-то. Ну, как-то за это, наверное, обидно, что сама себя до такого еще довела. Я смотрю уже и представляю Лену в мини-платьях. У тебя вообще есть такие вещи в гардеробе, скажи? Ну, раньше были. А сейчас? То, что я сейчас ношу, как бы то, что мне удобно. В том, в чем мне будет комфортно гулять с ребенком. Почему такого цвета? Можно же комфортно гулять в какой-то, я не знаю, кофточке, у которой есть цвет. Не такая вот из похоронного бюро. А я вижу уже шикарную Ленину фигуру, которой хоть она и прячет, но видна. Прекрасная талия тонкая, длинные, стройные, прекрасные ноги, которые мы не будем скрывать. И для того, чтобы с ребенком гулять, и для того, чтобы ребенка оставить с кем-то и устроить себе праздник. И выйти с девчонками, с подругами, и полюбить себя. И вот, чтобы эта вот тусклость из глаз, чтобы она ушла, чтобы она себя счастливой и красивой почувствовала. Ты можешь быть очень интересной и действительно необычной. И вот, честно говоря, я вот своей задачей, вообще нашей задачей вижу то, чтобы... Раскрасить. Во-первых, раскрасить и показать твою индивидуальность, твою необычность. Ты необычная девушка. Ребята, обязательно займутся твоей внешностью, Лен, тебе помогут. Но у тебя есть много психологических проблем. Об этом нужно поговорить будет с Андреем. Ты ему все расскажешь, хорошо? Да. И мы тебе все вместе обязательно поможем. Спасибо. Придешь к нам в эту студию уже красоткой. Лену с мужем познакомила я. Он, в принципе, всегда был таким веселым, сбалмошенным человеком. Да, иногда у него бывал резкий там характер, что-то, какие-то высказывания. Он может там обидеть, еще что-то. Но, в принципе, это всегда был позитивный, добрый человек. Честно, когда я его только увидела и услышала, мне показалось, что это вообще не мой человек. Это совершенно противоположность того, что мне всегда нравилось. И чем я восхищалась. Ну, вот как-то он смог меня добиться. Начали мы с ним встречаться. Все было хорошо. Ну, простречались год. Я просто поставила, можно сказать, перед фактом, что либо мы женимся, либо мы расходимся. Если чего-то я хотела, то, в общем-то, он это делал. И после брака, в принципе, было то же самое. Моя ситуация поменялась после рождения ребенка. Человек стал очень агрессивный, все раздражает, стал каким-то волком-одиночкой. Ему вот такое ощущение, что ему никто не нужен. Ни я, ни дочь, ни родители, вообще никто. Ему комфортнее одному. Он стал бежать из дома, друзья. Она сидела тут одна дома. Тоже беременность как-то, в принципе, он к ней относился никак. Она ходила сама по себе, он сам по себе. Мой муж по поводу моей внешности вообще не говорит ничего. Ни плохо, ни хорошо. Вот так, чтобы он вообще сказал, что у него какая-то красивая или интересная жена. То есть, что бы я ни одела, никогда никакой комплимент я в свою сторону от него не слышала. Он может сказать там, как ты плохо выглядишь, какой там у тебя вообще беспорядок на голове, и после родов вот это у тебя не в порядке, и это вот мне не нравится, это надо переделать. Не устраивает моя грудь. Это как бы стало после рождения ребенка. Она даже готова пойти на то, что у нас все готовы там сделать пластику лица, там, и еще какие-то хирургические там вмешательства, чтобы были в ее тело, чтобы вот Лешу не нравилось. Ну, ничего такого особенного не происходит. Мы никуда не ходим, потому что у нас особо нет времени. Сильной личной жизни какой-то, я бы так сказал, тоже нет. Может быть, мы как-то разлюбили уже, может, какая-то стряска нам нужна. Сейчас происходит вот так, там, легли спать, отвернулись, и все. Ну, получается, что мы с мужем живем как чужие люди, как соседи. Это плохо, потому что ребенок, я думаю, все чувствует. Вот. И вообще, когда у меня плохое отношение с мужем, мне, в принципе, ничего не важно. Что бы, наверное, вокруг ни происходило, мне все равно будет плохо. Потому что, когда мы с ним ссоримся, я не знаю, такое ощущение, что во мне что-то умирает. Далее в программе. Ребенку не все равно, как выглядит его мама. Мужу не все равно, как выглядишь ты. Присходя из практики, это размер груди на выходе будет примерно два с половиной. Не хочу поменять ситуацию, мне надоело сидеть и все терпеть. Меня не устраивает, мои два передних зуба. Они потемнели, и один зуб кривой. Хотелось бы исправить все. Мы сделаем вам отбеливание, а потом изготовим реставрационные виниры, которые изменят цвет и форму ваших зубов. Давайте посмотрим? Давайте. Класс! Супер! Вам нравится? Да, мне все нравится. Отлично. Можем приступать? Да. Леночка, привет. Привет. Юрий Столяров. Звездный визажист. Что у тебя происходит? Расскажи. Ну, вроде бы жизнь налаживается. Жизнь налаживается уже. У нас только первый шаг к косметологу, а жизнь уже начала налаживаться. Это очень здорово. Что может сделать косметолог? Во-первых, я абсолютно убежден, что нужно обратить внимание на уже какие-то мелкие появившиеся морщинки на лбу, чтобы дальше они не появлялись. Есть вариант сделать чуть более объемными губы, если ты этого хочешь. Да, я бы это хотел. Но прежде мы посоветуемся с косметологом, с Максом, потому что, как мне кажется, это нужно делать очень аккуратно, иначе лицо потеряет гармонию. Вот про гармонию сейчас с косметологом будем разговаривать. Пойдем. У Лены есть такой синдром очень утомленного лица. Это выражается и на области вокруг глаз, и на состоянии кожи, и вот на появившейся носогубочке. У нее появляются возрастные ранние признаки изменения кожи. То есть в уголках глаз появляются морщинки, углубляются морщинки на лбу, межбровье, линии улыбки. То есть помимо комплексного ухода за кожей у нас будет присутствовать еще контурная пластика, то есть инъекции какие-то, да? Это элементы профилактической инъекционной медицины, да, то есть это расслабление. В ее ситуации очень легкая гусиных лапок, которые только формируются. Однозначно межбровная ночь. Выключим хмурку. Выключим хмурку. И, конечно, носогубная складка. Но это, возможно, будет сделать на фоне рационального лечения кожи. Максим, и я еще с Леной этот момент обсуждал и обещал, что мы с тобой этот момент обсудим и посоветуемся. У Лены от природы небольшие губы. И если пытаться их значительно увеличить, мне кажется, это будет смотреться не очень гармонично. Ты как считаешь? Я с тобой соглашусь. Мне кажется, здесь можно нарушить гармонию лица. То есть губы остаются какие есть? Да, они в меру пухлые, да, они небольшие, но они очень гармонируют со всеми пропорциями лица. Согласен. Леночка, я оставляю наедине с Максимом тебя. С тобой увидимся перед финальной студией. Удачи. Пока. Спасибо большое. Не стоит бояться инъекционной медицины, потому что она представляет из себя профилактическую косметологию. Если появляются первые морщины, достаточно сделать несколько грамотных процедур и устранить эти первые признаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Лена, привет. Екатерина Веселкова. Московская модница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как твои дела? Хорошо. Давай помогу тебе. Давай для начала познакомь меня со своим гардеробом. У тебя много вещей. Не у каждой девочки есть только вещей. Тебе завидуют, что у тебя такой гардероб большой? Я думаю, не очень. Почему? Ну, невзрачный. Так как так получилось? Ну, многие вещи я либо не ношу, либо как-то ношу, но чувствую себя в них такой серой мышкой. А почему, если ты чувствуешь себя серой мышкой, у тебя так много серых вещей? Так получается. А по-другому? Ну, я как-то не могу ходить в яркой одежде, привлекать внимание. Ярко не можешь? А вот это тогда чувствую? Не уверен, чувствую. Этой футболкой я ей один раз одевала. И что почувствовала в ней? Ну, как-то некомфортно мне в таком цвете. Почему? Ну, очень ярко. Ну, вот в этом-то куда лучше, правда? Ну, в этом удобно, незаметно. Незаметно. А есть вещи, которые ты вообще не носишь? Платье-то тоже один раз одевала. А как вот серая мышка смогла купить такое платье? Ты его сама покупала? Ну, это было три года назад. А ты его покупала в магазине нижнего белья? Нет. В магазине комбинаций? Нет. А что это такое? В обычном магазине. Ты покупала его по какому-то особому случаю? Ну, я была в нем на дне рождения, летом. Ты сама себе в нем нравилась? Да. Давай покажем всем тогда, какая ты в нем красавица. Так, рассказывай. Что-то хорошо ты сделала. Такая девочка-припевочка. Ну, такой вот платье сомнений. Платье я буду нещадно ругать. В нем, конечно, все плохо. Начиная от того, что у него и полоска, и сверху с полоской сетка. И у него здесь вот такой вот подол еще подшитый таким колоколом. И тут у нас идет атласная блестящая задрапированная талия завышенная, которую я ненавижу, эту завышенную талию. Ну, и, конечно, темные колготки сюда. Учитывая, что это платье открытое, и ты светлокожая, не годятся совершенно. Но это все детали. Главное не это. В принципе, я тебя могу похвалить, потому что из всего гардероба это единственная вещь, в которой ты хотела подчеркнуть свою женственность. Все остальное коричневое, черное-коричневое, серое-серое-серое, черно-белое-коричневое. В глазах грусть-тоска, в осанке грусть-тоска. Что произошло? Не знаю, видимо, такое душевное состояние, что хочется покупать только такие вещи. Ну, точнее, мне их даже, может, и не хочется, но вот получается, что так. Сами прыгают в руки? Да. А это что у нас за платье селянок? Ну, это платье я тоже одевала на свадьбу к друзьям. На свадьбу к друзьям? Какой из них? Они, в принципе, близнецы. Давай тогда примерим свадебный образ. А почему понравилось тебе это платье? Ну, какой-то такой легкий цветочек. С платьем-то проблем нет. Есть проблемы со всем остальным. Если ты играешь в Прованс или в Гранж, то значит, все должно быть продумано. У тебя должны быть, если это осень или зима, у тебя должны быть высокие сапоги. Это плотные колготки. Что сверху? Мы можем надеть кардиган крупной вязки. Это может быть косуха из замши. Но это не босоножки, это не черные колготки, это не маленькая сумочка-клач. Это совершенно другой образ. Если же это лето, это соломенная шляпа, это соломенная сумка и другое выражение лица, опять же. То есть ты по-другому себя несешь. Вот. Поэтому эти платья надо носить с осторожностью. Очень многие девочки выбирают. То есть, в принципе, по стилю все верно, но к ним ничего нет. Это одиночная вещь. И каждый раз, когда ты покупаешь одиночные вещи, имей в виду, что это минус еще одна вещь из гардероба. У тебя вообще с этим проблема. У тебя все вещи разрозненные. Какие-то сами по себе вот эти свитерки, платья, одинаковые все платья, платья-свитера. То есть у тебя вообще нет гардероба. То есть он вроде есть, вешалок много. А надеть нечего. А надеть нечего. Абсолютно правильно. Надеть нечего. Вот это вообще апофеоз. Это что? Это тепло. И удобно. Это тепло. А тепло и страшно? Ничего страшного, да? Ничего страшного. Не страшно? С ребенком можно гулять. А с ребенком можно быть страшной? Ну, я думаю, ей все равно. Она на маму смотрит. Это твоя самая большая ошибка. Ты сейчас сказала очень страшную вещь. Никому не все равно. Ребенку не все равно, как выглядит его мама. Мужу не все равно, как выглядишь ты. Ты не должна в этом ходить. Ты одна у себя. Ты красавец. У тебя прекрасная фигура. И ты кроме серого, бежевого, коричневого не носишь ничего. Ну, как же так получилось? Ну, получилось. Я надеюсь, что вы мне поможете это исправить. Конечно. Конечно, поможем. И для этого ты пришла. И если я тебе не расскажу о том, что это плохо, ты не почувствуешь разницу, как хорошо. Тогда последний раз ты надеваешь вот эту вещь. Последний раз ты надеваешь этот жилет. И мы сложим эти вещи в чемодан, и ты их больше никогда не увидишь. И их не увидит никто. И тем, кому все равно, и тем, кому не все равно. Они больше не видят на тебе этих вещей. Правда? Моя теплая жилеточка. Я не буду тебе ничего рассказывать. Мне очень приятно, что ты все поняла. Поэтому давай такой, знаешь, с тобой сделаем ритуал. Ты вернешься к зеркалу. До свидания страшные, некрасивые, серые, коричневые. Прощайте, я никогда вас больше не выберу. Я никогда вас больше... Заканчиваем входить в транс. И вступаем в новую счастливую вообще жизнь. Встретимся в магазинах. Ты увидишь вообще, как все может быть здорово. Спасибо. Да, спасибо. Елена, здравствуй. Здравствуйте. Андрей Кухаренко. Психолог. Скажи, какую бы ты хотела психологическую трудность решить, участвуя вот в нашем проекте? Я хочу справиться со своей неуверенностью. Научиться правильно реагировать на какие-то ситуации, возникающие с мужем. Скажи, как твоя внутренняя уверенность отродится на твоих взаимоотношениях с мужем? Я не знаю. Я просто чувствую, что как-то в некоторых ситуациях он прямо на меня давит. Потому что он знает, что я вот слабая, что я не могу ему ответить. И какой ты себя чувствуешь, когда не можешь ответить мужу? Ну, какой-то неуверенный, затюканный, забитый. Ты считаешь, что мужу важно отвечать? Ну, мне кажется, что в некоторых ситуациях да. Например, в каких? Ну, просто когда даже иногда бывает в ссоре, он проходится по моей внешности, я не могу ему ничего ответить. Может быть, если бы я хоть раз ему смогла ответить, он бы больше мне ничего такого не говорил. Ты себя в семье своей какой чувствуешь? Домработницей. А кем хотела бы? Любимой женщиной. Тебя должна жрать, готовить, стирать, умирать, все. Я не хочу такого отношения. Не хочу поменять ситуацию. Мне надоело сидеть и все терпеть. Все поганые отношения со стороны, не знаю, всех. Я не хочу быть терпилой. А кем хочешь быть? Хочу быть сильным человеком. Мне надоело быть какой-то размазней. Всегда ли ты была размазней? Я по-другому спрошу. До свадьбы ты была какой? Я была другой. Какой? Ну, более самостоятельной и дома, и на работе. Я могла за себя постоять. Люди знали, что я могу ответить. Мы с тобой теперь увидимся через некоторое время на эксперименте. Возможно, он как-то поможет тебе опять встретиться с той силой и уверенностью, которая была. Я хочу увеличить грудь, потому что я как-то считаю, что это моя проблема, это мой комплекс. В общем-то, грудь у меня все время была маленькая, но после рождения она стала просто ужасной. Это меня беспокоит. Я вижу, что она не нравится моему мужу, в принципе, не нравится мне. Я не могу носить ту одежду, которую бы мне хотелось носить. Ну и вообще, как бы, очень комплексую по этому поводу. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Рассказывайте, с чем пришли? Я хочу сделать грудь. Выражавшая девушка? Да. Была грудь. А теперь не стала. После кормления она исчезла, правильно? Да, да. Елена, это самая распространенная ситуация, с которой, как правило, обращаются молодые мамы. Это возможно исправить. На сегодняшний день существует эстетическая хирургия. Скорее всего, речь пойдет об установке импланта. Но чтобы точно ответить на ваш вопрос, я должен посмотреть на ваш исходник. Раздевайтесь, подходите ко мне. Елена, учитывая ваш исходник, я бы рекомендовал доступ для установки импланта по ореолке. Это наиболее эстетичный доступ будет. И размер импланта примерно 240-250 мл. Как бы, исходя из практики, это размер груди на выходе будет примерно 2,5. Учитывая ваш рост, ваш вес, вашу конституцию, вашу анатомию, эта грудь будет полностью вам соответствовать. Вы будете чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Это не будет ни много, не будет ни мало. Елена, я предлагаю остановиться на таком варианте. Если нет вопросов, то... Да, я согласна. Может быть, еще какие-то вопросы? Да, еще есть у меня одна проблема, которая меня беспокоит. Это мешки под глазами. Можно ли с ними что-то сделать? Безусловно. Вы девушка молодая, и вас это ни в коем случае не красит. Опять-таки, учитывая ваш возраст, можно от них избавиться без видимых рубцов, без видимых разрезов. Это называется транскониктивальная пластика век. При этой методике разрез делается на слизистые века, и в будущем никаких видимых рубцов не остается. Это можно сделать одномоментно. Ну хорошо, тогда будем делать. Далее в программе. У тебя совершенно нет никакой формы на волосах. Я хочу уйти с этой промойки. Ты уйдешь в другую. Теперь, когда у тебя появилась грудь, как ты себя чувствуешь? Ранее в программе. Рассказывай, что у тебя приключилось. У меня проблемы с мужем. Когда мы с ним ссоримся, я не знаю. Такое ощущение, что во мне что-то умирает. Ты не должна в этом ходить. Я не хочу быть терпилой. А кем хочешь быть? Хочу быть сильным человеком. Привет. Здравствуйте. О, что-то в тебе изменилось. Ну да. Ну что? У меня теперь есть грудь. А до этого? Отсутствовала. А, было место только, да? Да. Где должна быть грудь. Понятно. И как ты себя чувствуешь? Отлично. Хорошо? Да. Скажи, а здесь что-то у тебя поменялось? Ну, как-то да. Я себя как-то лучше стала ощущать. Самооценка моя поднялась. Стала ли ты чувствовать себя сильнее? Ну, я как-то увереннее себя чувствую. Увереннее. Честно. Лена перед нашей программой поставила задачу – помочь ей ощутить ту силу, которая у нее была до прака. Лена после операции посчитала на каком-то этапе, что она соединилась с этой силой и с этой уверенностью, которые были раньше. Моя задача заключалась в том, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Я предложил провокационный эксперимент, который бы сразу и продемонстрировал – все в порядке у Лены с силой или ее до сих пор недостаточно, или вообще нет. Давай предположим, что это такой пьедестал, на который ты себя поставишь. Прими, пожалуйста, позу на этом пьедестале, которая бы соответствовала твоему душевному состоянию, твоему положению в семье, то этой трансформации. Ты была, давай вспомним, терпилой. Добработницей. Чувствовала ты себя счастливой? Нет. И вставай на свой пьедестал, вот так, то есть совсем вот так. Да. Твоя задача – соединиться с той внутренней силой, которая, как ты считаешь, в тебе уже есть. Ну и что-то предпринять, чтобы было совершенно очевидно, что эта сила есть. И тебе было совершенно очевидно в первую очередь. Ты можешь использовать тело, голос, жесты. Ладно? Да. Все, давайте начинать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я использовал мусор как олицетворение многих и многих обид, которыми наполнена душа Лены в ее семейной жизни. И тут речь стоит не о том, чтобы мы как-то Лену унижали. Если бы унижали, она бы развернулась, бы ушла. А речь стояла о том, чтобы с помощью провокаций в максимально сжатые сроки заставить Лену взаимодействовать с другими людьми по-новому. И первые секунды эксперимента и продемонстрировали то, что Лена думает, что она уже изменилась благодаря внешним изменениям. Но на самом деле, как все было, так и осталось. Как Лена была терпилой, так и осталось. И это, с моей точки зрения, большая иллюзия считать, что какие-то внешние изменения влекут за собой внутренне. Возможно, влекут, но, как показывает опыт, на очень короткое время. Пока тебя все устраивает. Пока ты терпила. Продолжайте, продолжайте. Лена пока все устраивает. АПЛОДИСМЕНТЫ Твоя задача – остановить то, что тебе не нравится. Ну, не знаю, как с этим бороться. Как бы ты действовала раньше, когда ты была сильной, когда ты была уверенной в себе, когда ты захотела, чтобы ты жила в официальном браке, ты получила это? Захотела, я сказала. Ты пока не говорила, что ты хочешь по-другому. Я хочу уйти с этой помойки. Ты уйдешь другую, ничего не поменяется. Грудь приедется, ты привыкнешь. Партнер привыкнет, ничего не поменяется. Арать начать? Да, иногда крик помогает. Хватит, стой, стоп. Стой на месте. Это как просьба звучит. Это не приказ. Хватит, стой, я тебе сказала, остановись. Хватит, стоп. Не подходи ко мне. Это уже мольба. Хватит. Ну все, не получается мне все. Не знаю. Как показал эксперимент, основной доминирующий способ взаимодействия Лены – это плаксивость. Я ничего не решаю, за меня решают другие, а я единственное могу поплакать. Я же хотел, чтобы она проявила свою гордость, свое мужество, уверенность и силу. Я тебе сказала, встань и стой, не подходи ко мне сюда. Стой, я тебе сказала, не двигайся, не подходи ко мне. Стоять. Вот так вот и стой, понятно? Лена, все. Смогла? Смогла. Можно не вспомакивать? Ты можешь попросить у братьев. Кого? Кого хочешь, того попроси. Молодые люди, которые кидали мне бананы на голову. Я прошу вас мне помочь. Помогите, пожалуйста. Я готов, хоть я и не кидал. Кто готов, подходите. Ради внимания, что когда-то захотела, ты и человека остановила, еще организовала много людей, которые быстро навели чистоту. Можешь же, если хочешь. Я тебя попрошу, прими сейчас ту позу, с которой мы начинали. Как бы ты сейчас проявила свое нынешнее состояние? Вау. О, и все. Ура! Ура! Я считаю, что если Лена начнет практиковаться в заявлении о своих желаниях, в предъявлении своих желаний, эффект сохранится надолго. Единственное, что ей нужно делать, это периодически возвращаться к сегодняшнему опыту. Ну что, ты готова ко встрече с калейдоскопом ярким? Конечно. Ну, смотри тогда. Интересно, очень нравится все. Ярко, красиво, необычно. У меня такого еще не было. Вот, представляешь, сколько у тебя сразу всего будет яркого. Скажи мне, пожалуйста, теперь, когда у тебя появилась грудь, как ты себя чувствуешь? Отлично. Моя мечта сбылась, и я себя теперь чувствую самой красивой, самой вообще счастливой, идеальной. Мне вообще теперь все устраивает. Я тебя очень понимаю. Вот я тебя здесь вообще как никто просто понимаю. Теперь у меня для тебя есть новый вариант того, как можно выглядеть женственно. Такой вот пудровый жакет. Держи. Под него мы надеваем вот такую розовую блузу. Яркая-яркая юбка. Сумочка. И туфли на каблуке. Замечательно. Отлично. Давай, вперед. Это очень красиво. Мне очень нравится просто. Ну, все. Не знаю. Я себя Барби чувствую. Да, мне хотелось показать, что ты можешь не обязательно носить серое. Вернее, ты вообще должна его не носить. И что ты куколка, и то, что у тебя первое, что вырвалось, что ты Барби, это комплимент самой себе, что ты так себя стала воспринимать. Потому что ты можешь быть настоящей женственной куколкой. Розовый воротничок – это один аксессуар, яркий акцент. Воланы на ярко-зеленой юбке – второй акцент. Яркие туфли – третий. И все это мы обязательно должны немножко припудрить. Поэтому уже более нейтрального оттенка выбран жакет. И поэтому все в целом получается и нежно, и ярко, и женственно. Спасибо большое. Ну, я рада, что тебе нравится. Очень красиво. Что еще? Важно, что женственность, она не только кукольная. Женственность может быть еще и спортивная. Давай я тебе покажу, как ты можешь выглядеть женственно и спортивно одновременно. У тебя появляется вот такой бомбер на молнии. К нему вот такая юбка. Ну, чтобы ты не превратилась просто в спортсменку, мы наденем блузку, которая достаточно строгая. И давай посмотрим, как это все вместе будет сочетаться. Давайте. Ну, как тебе в этом? Мне очень нравится. Как ты без этого жила, объяснила? Не знаю, если честно, я сама бы, наверное, никогда не додумалась так все соединить. Смотри, как здорово. У тебя спортивная теннисная короткая юбка, у тебя спортивный бомбер, но при этом блузка, которая достаточно классическая, но цветом, своим желтым, лимонным оттенком, она все равно с нами на нашей волшебной волне спортивной. И вообще не надо бояться совмещать девушки. Спорт, он может быть даже в какой-то степени вечерним. Представляешь, хочешь расскажу тебе, как? Как? Вот мы, например, берем вот такой свитшот спортивный и возьмем, наденем его, например, с белой блузкой, чтобы у нас красиво торчал воротничок. И не испугаемся к спортивной теме надеть оранжевую юбку из кружева. И таким образом у нас наш спорт станет женственным. То, к чему я тебя и призываю. Помнишь, у тебя была такая водолазка коричневая и такая длинная жилетка, смешно уже, да, самой вспоминать? И ты говорила, что ты так гуляешь с ребенком. Гуляла. Гуляла. Молодец, гуляла. Ты так гуляла с ребенком. У тебя сейчас будет сложен составной образ. Давай мы начнем с такой твидовой куртки. Такая блузка надевается. Яркие брюки. Так, главное ничего не забыть. Шляпа, котелок, перчатки, туфли на каблуке. Унесешься? Да. Все, давай, не перепутай. Я пошла. Ну как тебе? Очень необычно. Тебе нравится? Да, мне нравится. А это слишком смело или ты уже можешь так куда-то взять, так и пойти? Я думаю, что уже могу. Какая ты у меня молодец. На самом деле очень нравится. Мне даже одно время была такая ярко-розовая шляпа. Так, то есть я все-таки... Когда-то я ее носила, да. Девушки, эта шляпа-котелок перед вами. Это самый модный аксессуар этой весны. Вообще просто это твой вариант. Тебе надо носить шляпы. Так что я рада, что ты осмелилась и что ты не сказала, что тебе надо пару дней на адаптацию. Нет, не нужно. Я уже готова. Что тебе больше всего нравится с твоего гардероба? Да, мне нравится все. Мне, во-первых, нравится то, что он очень яркий. По сравнению с тем, который у меня был, конечно, это вообще ужас. Здесь есть мой любимый цвет, желтый. Так. Мне очень нравится вот этот образ. Яркий. Ну, в общем, мне нравится все. Я рада, что действительно твой гардероб яркий и что ты не боишься цвета. Единственное, что за яркими вещами нужно правильно ухаживать. Поэтому у меня для тебя есть подарочек. Это ласка, сияние цвета. Ты будешь использовать ее для своих ярких и сочных вещей, и они всегда будут оставаться как новые. Мало быть модной, нужно, чтобы еще вещи твои были ухоженными. Договорились? Да. Держи. Спасибо. Слушай, ну я могу бесконечно на тебя смотреть, как ты выглядишь. Как приятно. Вообще бесконечно. Тебя надо отпустить. Поэтому отправляйся к Жене, к Юрию. Они дальше наведут вообще красоту. И мы с тобой уже в студию увидимся. Хорошо. Давай, пока. До свидания. До свидания. Привет, дорогая. Присаживайся. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Ну расскажи мне скорее историю своих волос. Какого цвета я была? Ну вообще, что у тебя было с ними? Чего у тебя не было никогда? По длине у меня на самом деле ничего не было. Она была только всегда вот, ну длинные волосы, ни разу не стриглась. По цвету и мелирование делала, и темная была, и рыжая была. В общем, по-разному было все, да? Вот. Но ты, в принципе, приверженец теплых оттенков, да? Да. Молодец. Я считаю, что ты в этом совершенно не ошиблась. Единственное, у тебя совершенно нет никакой формы на волосах. Ты мне понятен вектор, в котором мы с тобой будем продолжать наше движение. И я тебе предлагаю сейчас прямо взяться за работу, отвернуться от зеркала и приступить к окрашиванию. Согласна? Да. Давай. Лен, сегодня мы с тобой будем использовать технику двутонального окрашивания, которая пришла к нам с мировых подиумов и стала доступна благодаря краске палет Salon Colors. Эта техника позволит твоему новому ультрамодному оттенку выглядеть глубже, а тем не очень вкусным волосам объемнее. Давай приступим, и ты сама увидишь все это волшебство. Лен, ну все, я со своей частью практически... И погнали наших городских паку-курузья. Лен, привет. Цвет потрясающий. Девушка потрясающая. Девушка потрясающая. Но ее надо накрасить. У нее масса изменений, а изменения будут еще лучше и лучше и лучше. И в жизни тоже. В этом мы убеждены. Но для того, чтобы это произошло, Леночка, дай мне твою руку. Мы пройдем в мою мейкап-студию. И совсем скоро ты увидишь в зеркале новую Леночку. Пойдем. Пойдем. Давайте, все, не прощаемся. Леночка, добро пожаловать в мейкап-студию. Присаживайся. У тебя теперь новый цвет волос, новая стрижка. Очень скоро появится новая укладка. Но прежде чем мы позовем сюда Женю, нам нужно сделать что? Правильно. Макияж. И перед нанесением макияжа есть еще один очень важный шаг. Это увлажнение, очищение и тонизирование кожи. Для этого нам необходим лосьон, которым я рекомендую тебе пользоваться каждый раз после того, как ты очищаешь лицо. И сейчас я его использую для того, чтобы снять остатки дневного крема. В этом случае макияж будет гораздо лучше держаться. Тебе подойдет лосьон для глубокого очищения лица Clean & Cleo Ежедневный уход. Это мягкое средство для чувствительной кожи, очищает лицо от загрязнений и жира, оставляя кожу чистой и свежей. При этом предотвращает появление прыщей и в его состав входит экстракт эвкалипта и мяты. Далее в программе. Она меня всю жизнь ждала. Ой, не можем! А с мужем? Ну, с мужем, не знаю, пока. Посмотрим, что. Пусть теперь сидит и боится. Леночка, я все закончил. Если у тебя есть какие-то вопросы, то можешь мне их задать. Да, вроде нет вопросов. Неправда, вопросы были. У меня есть вопросы, у меня есть вопросы. Как это получилось все так красиво? Есть несколько, на самом деле, нюансов, на которые нужно особенно у Лены обратить внимание на лице. Есть некоторые особенности. Во-первых, небольшое расстояние между глазами. Для того, чтобы его скрик делал. Близко посаженные глаза. Совершенно верно. Для того, чтобы зрительно увеличить расстояние между глазами, есть простой проверенный способ. Внутренние уголки глаз немного осветляются, внешние немного затемняются. Еще есть один момент. У тебя достаточно вытянутое лицо. Это ни в коем случае не недостаток, это особенность. Корректируем румянами. Да, мы даже не корректируем. Мы просто особенным образом, определенным образом накладываем румяны. Посмотрите на Сару Джессику Паркера. Она делает точно так же. То есть она румяна на носе, так же, как и Леночка теперь будет делать, по характерным горизонтальным линиям. Ты запоминаешь хотя бы? Это очень просто. И если нужно смодеировать овал лица, то мы немножечко затемняем по длине скулы. Я использовал бронзовый румяна. Также капельку бронзовых румян положил у линии роста волос. Это зрительно опять же подбирает лоб. И на нижней части подбородка. Также немного на кончике носа. Он тоже зрительно немножко корректируется. А свежий прозрачный румянец сочного персикового оттенка я тебе положил прям на яблочке, но тоже по горизонтальным линиям. Можно я сниму, пожалуйста, шаг? Давай. Очень мне хочется. А для чего я все это сделал? Для того, чтобы у нас весь образ заиграл. Гармоничным стал. Конечно же, новыми красками. Спасибо тебе большое, Юр. Я в восхищении. Не, я думаю, на эту сторону лучше давить. Я думаю, роскошно и на ту, и на другую сторону, потому что это окрашивание позволяет действительно делать всевозможные укладки. Великолепные вещи. Я уверен, действительно, для этого ты это и сделал. Потрясающий объемный цвет. И как ни поверни эту укладку, всегда очень красиво. Спасибо большое. Но для того, чтобы его сохранить, мы хотим подарить тебе коллекцию Palette Salon Colors. Для того, чтобы в домашних условиях ты могла повторять свое двухтональное окрашивание и наслаждаться таким вот объемным, красивым цветом. И почувствуй себя настоящей звездой с подиума. Спасибо. Ну, на самом деле, мы тебе даем это ненадолго, просто подержать. Мы тебе вернем обязательно твой подарок попозже. А для того, чтобы ты почувствовала себя настоящей звездой с подиума... Прямо сейчас? Прямо сейчас нам достаточно развернуть это кресло. Ты готова? Готова. Офигеть. Я в шоке. Ну что ты в шоке? Ты никогда такого не была, ты же была уже. Ну пойди, поплачь, поплачь. Я тебе все подправлю. И посмотри на себя, познакомься с этой девушкой. Она тебя ждала в полумня. Она меня всю жизнь ждала. Ой, Боже! Класс вообще. Мальчики, вы видели этот график? Это беспредел. Беспредел. В 9 утра здесь, в 12 ночи не факт, что еще закончим, между прочим. Нормальная вообще ситуация? Это же не каждый день, это всего несколько дней в месяц. Нужно потерпеть. Просто нужно держать себя в форме, хорошо питаться. Да, особенно ты в руках с печеньем. Вот ты лучше бы с меня пример брал. Я, между прочим, пью кофе-капучино для похудения, жиросжигающий комплекс, худеем за неделю. Помогает держать меня в отличной форме, да, во-первых, хорошее настроение. Как интересно. И, собственно говоря, это очень вкусно. Вот, Жень, попробуй, Юрочка, если хочешь, я тебе тоже сделаю. Нет, подожди. Реально? Вещь стоящая. Почтетала он попробует. Круто. Как раньше, знаешь? Отведай ты из моего кубка. Отведай ты из моего кубка. Она такая добрая. Точно. И ласковая, и пушистая. Всю весну. Весна наконец-то наступила. Смотри на меня. Ты веришь вообще, что твоя грудь? Пока нет. Что фигура такая. Пойдем. Боже мой, какая красавица. О-о-о-о-о. Какая красавица зашла в эту студию. Спасибо. Привет. Привет. Ну как? Я вообще супер. Какой красивый цвет волос у тебя. Вообще у тебя все красиво. Платье, цвет волос, мейк. А фигура? А грудь? А ноги? Ну рассказывай, пожалуйста. Ой, ну я просто, не знаю, у меня эмоции сейчас переполняет. Показывай. Проект перевернул полностью мою жизнь. Вообще я просто поняла, что последние два года я не жила, а существовала. Когда я сегодня увидела себя в зеркале, я почувствовала, что я все-таки красивая. Хочется сказать всем девочкам, которые вообще хотят и мечтают попасть, нужно обязательно, не знаю, набраться смелости и обязательно сюда идти. Потому что это реально сказка, в которой исполняются все мечты. У меня просто исполнилось все вообще, даже то, о чем я не могла подумать. Ну рассказывай. Самое такое желание, которое у меня было, это, ну, конечно, приобрести грудь. Страшно было? Нет, я так этого хотела, что мне вообще ничего не страшно было. И ты быстро пришла в себя, я смотрю, вообще очень быстро. Так, еще, еще исполнилось. И что мне убрали мои мешки под глазами, которые тоже со мной всю жизнь жили и, ну, так, мешали. Просто фулл тюнинг произошел. Нет, но результат еще, на самом деле, не стопроцентный. Еще есть отек, да. Сейчас, да, сейчас присутствует еще отек, еще не совсем все пришло в норму. Через месяц, да, будет окончательный результат. Но, безусловно, значительно лучше, чем то, что было. Ну, мы с тобой наш гардероб давай не будем вспоминать. Ну, вернее, это старый. Старый. Ну, легко было работать, Катя. Фигурка такая, она худенькая, чего фигурка потрясающая. Да, причем, ты знаешь, мы такие эксперименты ставили. Я думаю, а вот так вот я ее, а вот так вот. Думаю, сейчас затрясется, задрожит, скажет, а мне все нравится. Мне все нравится, здорово, отлично. Насколько я помню, у тебя же не совсем хорошее отношение с мужем. Можно там переделать себя полностью, можно сделать грудь, да, можно нравиться себе в зеркале. Но если у тебя дома не все в порядке, да, то в глазах это все равно читается. Поэтому вот хочется узнать сейчас, что ты изменила, получше стала за время перезагрузки? Если честно, с мужем как-то тоже так все, то получше, то похуже, как-то пока еще непонятно. Шкала такая, туда вниз вверх, вниз вверх. Ну, по крайней мере, себя я чувствую вообще замечательно. Все-таки, ну, согласись, что ты сама себя позволила забить. Ну да, эксперимент мне показал, что все-таки я в помойке находилась и сама до всего до этого как бы довела ситуацию. Вот. Ну, теперь я буду стараться из этого всего вылазить, с этим бороться. И вообще на эксперименте, когда он закончился, и я в конце крикнула «Ура!», вот с этим «Ура!», я не знаю, мне просто нахлынула какая-то волна счастья, у меня просто дыхание сверло, я не знаю, ну, правда, я себя так вот ни разу еще не чувствовала. Ну, просто вообще, вот супер, хочу всем огромное спасибо сказать. Здорово. Мне кажется, если бы я все-таки вот, ну, где-то струсила и сюда не попала, наверное, я бы вот где-то там так и затухла. Угу. 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 Ты понимаешь, да, что это вот некая такая новая ступень в твоей жизни, и вот нельзя вниз опять возвращаться. Ну, не хочу. Нужно идти только наверх. Только наверх. Какие у тебя вообще планы на будущее? Ну, во-первых, сначала как бы поддержать все-таки все, что вот я приобрела, чему я научилась. А с мужем? Ну, с мужем, не знаю, пока. Посмотрим. Пусть теперь сидит и боится. Правильно, молодец. Пойдем сначала покажем ему эту красоту, чего он должен опасаться, ладно? Все, спасибо. Пойдем. Пойдем, дорогие. Осторожно. Субтитры сделал DimaTorzok тебе подойдет лосьон для глубокого очищения кожи тебе подойдет лосьон для глубокого очищения кожи у лены небольшой от природы род максим смотри пули следующей программе ты сидишь передо мной и кичишься своей линию по большому счету мне плевать на окружающие мнения раз мне и хочется сказать очнись настя я мальчик женского тела ты либо глупо одета либо ты глупо раздета девушкой общение с которой мужчина может только толкнуть на гомосексуальные отношения и руки сняли с палки в первую позицию не это сюда нужно что-то другое а что другое ну что-то другой мощный кипарик а